и снова здравствуйте уважаемые дамы и господа мы продолжаем наш тренинг по специальному мануарному массажу с вами Олег Алавгудвин популяризатор великий поляризатор на всем русскоязычном пространстве интернета и сейчас мы рассмотрим основные принципы почему мы так собственно говоря массируем разбиваем тело человека на зоны и сегменты значит смотрите ну вот условно да схема человека у него делим примерно на зоны вот так вот первая зона это вот базиса крестца да потому что отсюда растет организм и собственно говоря он все что идет вверх растет отсюда вверх а все что вниз идет отсюда вниз и мануальную терапию декамбриз мы также делаем отсюда но это связано с уставами и с костями естественно да отсюда вверх все что ниже вниз тянем далее зона ну поясница отдельно да грудная клетка плечо-лопаточная зона шейная воротниковая зона голова уши так вот плечо отдельно вот это плечо называется это предплечь называется кисть отдельные пальцы отдельно и в эту сторону тоже вот отдельно вот так вот разделим получается почему мы начинаем именно с левой стороны почему мы уже догадались потому что здесь находится сердце и это у нас будет первая зона до возле плечо-лопаточная возле сердца здесь мы начинаем работы с кровью увеличиваются метаболизма сразу ускоряются процессы все обменные да далее зона у нас будет вот нижняя грудная часть это вторая зона поясница 3 зона ягодицы получается 4 зона то есть у нас зонально человек делится от сердца в обратную сторону да ну дальше можно рисовать пятая шестая это вот седьмая там 8 рука соответственно 2 3 4 это голова это получается 2 зона 3 зона уши 4 зона вот но в каждой зоне мы работаем снизу вверх то есть наши движения идут снизу вверх но если общее до массаж то как бы ты годится до головы сразу горю кровь от 4 зоны до 2 шейной зоны до снизу вверх а так в принципе у у нас идут движения как бы зоны вот туда 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 шея получается наоборот вниз по голове вниз туда туда мы гоним кровь кроме крови мы будем туда еще межклеточную жидкость и лимфу так вот почему мы собственно говоря именно так делим да если разная школа массажа как говорил там 50 видов видов массажей существуют они по-разному делаются разные принципы разные способы разные методики техники до востоке и например на востоке любят с пальчиков ног начинать и ведут наверх сюда в финской школе рук начинают делать массаж у нас вот в нашей школе мануально мы начинаем с левой стороны грудной отдел 1 поэтому нас первая зона это плечо на паточном цель помните да мы все спины растерли а потом перешли паточной зоне почему потому что особенно с лимф это связано или фактически сосуд вот он примерно вот так вот выглядит такими как бы бочонки что ли членниками они называются в нем есть вот такие вот мембраны которые не пропускают лимфу назад как я уже говорил кровь в теле человека гонит сердце до лимфу по сути как у массажист потому что по законам гравитации она тянется вниз тяжестью да но должна течь от пальцев ног вверх к голове соответственно она проходит вот сюда и назад не должна утечь это но для этого эти клапаны существуют а если мы делаем массаж в противоположную сторону мы как бы сбиваем эти клапаны они портятся они платить глиофатические сосуды они очень тонкие вот у нас клетки показано до черным цветом между ними что это все жидкость подходят вены веленого подходят артерии огромной магистрали делятся на маленькие артерии да потом артериолы капилляры это все мелко мелко уже такая сеточка до проникает сюда приносит питание к клеткам отсюда продукты распада пили ну уже здесь кровь насыщена кислородом да здесь она уже такая вся эта грязь утекает это венозная кровь она идет обратно соответственно опять они от мелких капилляров собирается в большую толстую вену но помимо этого здесь еще находится лимфатическая система тоже она отсюда берет свои как бы корни объединяются более толстые лимфоузлы которые носят всю грязь нашего организма и на выброс то есть лимфатическая система в данном случае является для нашего организма и с точной канавой и огромным мусоропроводом ну как бы в любом городе чтобы он не загнивал должна быть канализация по сути канализация нашего организма и это на самом деле так дело в том что клетки питаются ежемешеклеточной жидкости и это для них их получается и ресторан и отхожие место то есть они оттуда и поели и даже все и сбросили все свои продукты перераспада и оттуда чтобы они не получали обратно грязь до чтобы они не питались по моему грубо говоря да вот придумана лимфатическая система она туда всегда забирает эти протоки очень тонкие они даже проходят сквозь вены проходят оттуда тоже забирают всякую грязь из вен и несут это все к лимфатическим узлам лимфатическим забывают шарообразной форме фасоли образной какой-то там кривой формы тогда моментом разных бывают форм форме арахиса такого ореха да и к ним подходит 12 сосудика ходит 4512 подходит и что не уходит здесь находятся клетки макрофаги которые убивают всю эту гадость в нашем организме это там и грибки и бактерии и всякие вирусы и все остальное все там убивается и поэтому если их там много будет да то лимфатический узел раздувается примерно с горошину там семечка до фасоли примерно доходит его размер в нормальной форме когда раздувается может быть и из переприное яйцо из глубины яйца из куриное яйцо вот такого размера прямо висят такие шары у человека бывают когда они слишком воспалены с воспаленным лимфоузлом что делать ничего не делать трогать его нельзя давить на него тем более нельзя иначе он там лопнет умрет и будет просто висеть мертвым грузом будет уже не работающим не нужен поэтому мы не вот тут они в коленке находятся да нет даже в коленке находятся во вторых они находятся ну спереди в паху вот туда мы будем этот лимфу тянем подмышкой вот туда подмышку мы тянем их подключично впадине туда мы тянем будем на слив это самое первое да со спины соответственно если она не работает лимфа получается лимфостаз застой застой это что значит клетки будут питаться теперь отходами из мишлицы жидкости собственно говоря идет самая токсикация организма интоксикация да они начинают отравляться они меньше плодятся или если плодятся то уже плодится не на здоровую клетку она зараженную какую-то клетку да и таким образом организм потихонечку столеет слабеет ухудшается метаболизмом уменьшаются и в общем сходит на нет кроме того все вот эти вот пространство они получаются закисляются в процессе жизни закисления это что значит значит там питательная среда для всяких бактерий паразитов грибков и так далее туда амеб каких-то там червеобразные там всякие появляются типа глистов но их около тысячи несколько тысяч на миновании все перечислять нет смысла в общем все паразиты которые нас съедают таким образом опять мы еще ближе приближаемся к смерти к старости да поэтому обязательно находить на массаж обязательно чистить лимфу обязательно прогонять ее снизу вверх ну честно говоря вот самый простой способ это в домашних условиях вы все можете его использовать пришел вечером домой устал особенно настоящая работа продавца например да обязательно положи ноги на диван или повыше куда ему чтобы пятки были выше сердца минимум выше сердца или какая-нибудь такая полушечка должна быть да у некоторых у кого лимфостаз им врачи советуют даже постели ночью человек спит делать так чтобы ноги были выше выше сердца вот но раньше были такие врачи лимфологи да сейчас их нету к ним попадают только тогда когда уже у человека онкология то есть когда он уже дошел до такой стадии что уже дальше некуда процесса практически уже нету поэтому прошу вас не доводите себя до этого состояния берегите себя кладите ноги повыше и ходите к массажистам но кстати вот скажу вам такую историю реального такую байку из жизни когда это откуда появились ковбои которые кладут ноги на стол это вот где-то в начале двадцатых годов прошлого века появилась конвейерная конвейерное производство да генри форд поставил везде конвейеры и люди стояли часто стоят на ногах весь рабочий день и всю неделю стоят на ногах да стали жаловаться в америке было что болят ноги вены да отечность этот варикоз появляется да ну врачи же не могут всех сразу отправить в санаторий да они начали созвать консилиум и начали думать чтобы такое придумать как бы повозить на народ чтобы его как бы обезопасить и придумали как знаете помните на советском союзе было по заказу гости радио ссср вот они придумали через фильмы такую пропаганду писать пускай что ковбои а тогда вестерна выходили просто вообще поголовно мы везде все все были фанаты вестернов ковбой клал ноги на стол повыше на ужин и сердце практически и развалился в кресле вот так вот назад ну естественно какой ковбой кладет ноги на стол это миф ковбои это пастухи коров они в поле работают да они все в грязных сапогах ходят ну потом уже появились бизнесмены которые кладут ноги на стол и так далее вот поэтому тоже не забывайте ноги на стол класть полезно про гигиену ничего не буду говорить про этику тоже просто иметь повыше имеется ввиду да вот и соответственно поскольку вот наш организм как и вот это вот нарисована такая вот структура является как губка да если мы начинаем отсюда гнать вверх кровь лимфу и межскошную жидкость да а тут еще не разогрели в зонах 1 2 3 да то соответственно куда она пойдет она будет как бы компрессироваться сжиматься создаются давление которое может во первых по лопатям сосуды могут но и синяки кстати образуется от этого и ну просто будет больно в этих местах да соответственно мы сначала убираем спазм здесь потом переходим ко второй и третьей зоне двигаемся всегда от конечностей к центру отсюда сюда движение но зона идут в обратную в обратную сторону то есть запомните зона идут в обратную сторону а все движения идут от конечностей в сторону центра к сердцу и тогда получается здесь разогрели метаболизм увеличились да мы вторую зону третью разогреваем а там уже как бы вен венозная кровь уже ушла она на подсосе требует еще давать сосуды мы как раз подаем еще дополнительную кровь и также лимфатическая система также мы подаем эту лимфу и она все начинает напитываться вот соответственно сейчас мы перейдем к массажу ног и получается вот зона 4 годится да на вот загадка так как чему относится это как окончание спины или продолжение ноги как вы думаете ну вы правильно ответили наша массажа она относится и туда и туда при массаже спине мы ягодицу обязательно массируем и при массаже ног тоже ягодицу массируем поэтому тут начнем массажа ног отдельно с четвертой зоны будет первая и дальше пойдем так вот так ну кажется тут я про все сказал про гипотическую систему понятно да ну давайте вот скажу такие некоторые просто страшилки что приводит вот это лимфостаза всем приводит когда загрязнение организма идет организм не справляется с этим до появляются на коже всякие заболевания потому что первый уровень сброса снизу все это идет уровень сброса лимфы вовне это через кожу напрямую связано с потовыми железами это всякие папилломы грибки на коже там язвочки всякие предметные пятна вот никогда не весь врачам что там от старости восстановил и у меня тоже есть такие пятна были сбоку причем на теле появились такие пятна как у леопарда вот такие большие я пошел к врачу говорю что это такое он говорит ну ты уже стареешь что ты возьмешь старические пятна нет это все лимфа выкидывают наружу это какой-то там грибок или что-то еще также у меня было пять видов заболеваний кожи разной этимологии я с каждым из них обращался к дерматологу ну такая у тебя кожи то твои особенности персональные нифига подобно я от всего этого избавился избавился тем что почистил лимфу и как это почистил я стал защелачиваться в организм это сода я пропивал соду и перекислодорода пропивал но это отдельная технология кому интересно и потом расскажу вот дальше идет у него сброс но вышла поднимается это кишечник поверьте самое большое количество лимфоузлов именно в толстом кишечнике весь окружен то есть туда в каловой массы все это скидывается потом скалом просто выходит далее идет это вот поднимается выше это самое потливы места наши это спина и подмышки давно я уже говорил да поднимаемся выше это вот вся слизистая то что мы от себя отхаркиваем да выплевываем сопли текут там из ушей серая идет но сера какого-то желтенького да хотя вот в лимфатических сосудах очень много лейкоцитов это желтенькие тела таких лекарь которые убивают все эти бактерии поэтому вот уж на сера желтая до соплистно началось белые да потом они тенеет потом зеленеет потом желтеть никогда уже когда проходит болезнь высыхают они становятся желтым опять лейкоциты там все убили слезные железы также может кто-то там знает просыпаешься тут уголка глаз глаз такой песочек желтенький это вот опять лимфа чистится да так же к моим вещам кого-то глаз опухоли дно в каком-то в глазу пошло да это в меньшей степени бактерия попала чем в большей степени причина в лимфе ну и также гаймориты там франциты вот эти вот да это все тоже вот связано с лимфосистемой потом лимфа идет вниз и тут за груди находится большая цистерна лимфоцистерна поэтому мы с головы все опускаем вниз введем все подмышки спереди тоже подмышку да по глазу мы видим массаж на такие движения да и снизу вверх то есть сейчас на замер снизу вверх поднимаем соответственно вредны получаются всякие антиперспиранты которые подмышками загрязняют поры вредны шампуни вот эти вот химические то что все загрязняют поры соответственно лимфа закупоривать всякие назальные капли которые от насморка забивают в итоге нос и лимфа опять застаивается в том что сопли они полезны они же борются организм природы не за придуманы сопли в соплях убивается вся эта бактерия да и потом просто удаляется из носа поэтому те вот эти вот современные средства да они как бы гигиенические но они вредны по сути для нашей лимфосистемы так ну вот мы сейчас начнем все это прициковать и уводить ли она лимфодренажный массаж как самостоятельно процедура является да вы и также можете делать но у нас он входит в процессе не знаю зачем вы водили взгляд когда и так во время садим уже включен собственно говоря поэтому обратную сторону не делаем движение движем клапаны эти клапаны бережем так ну кажется все сказал сейчас мы приступаем непосредственно к их работе да непосредственно будем все это отрабатывать на практике на живой натуре а если вы еще не с нами то лучше быстрее записывайтесь к нам на тренинг к олегу аллафу гудвину он вас всему научить до новых встреч